Если говорить о распитии спиртных напитков, в Новгородской губернии, в начале 20 века, то пили. И пили очень много. К сожалению, государство занимало достаточно ханжескую позицию по отношению к этому вопросу. Да, говорили представители властей, пить вредно. Но при дилемии получения легких денег или некий абстрактный трезвый образ жизни, зачастую ставка делалась на первое. И это понятно, потому что за счет продажи спиртного получали миллионы. Кроме государственной торговли существовали и подпольные шунки, всякие пункты, связанные с самогоноварением. И когда читаешь документ о том, что батюшка под боровичами умоляет своих прихожан не употреблять дешевый суррогат, вот те самые хабачики его жестоко избивают. При этом полицейский отворачивается, поскольку оказывается, как потом выяснили журналисты, сам полицейский был в доле со всеми этими торговцами, дурманящими напитками. Но для того, чтобы избавить народ от этой пагубы, создается общество трезвости. В чайных обществах трезвости должны были читать книжки, показывать спектакли, лекции на общеобразовательные темы. Порой антиалкогольная пропаганда была очень талантливой. К примеру, издательство «Рассвет» выпустило серию открыток художника-карикатуриста Владимира Кадулина. Натурой для каждого персонажа служили реально испившиеся представители киевского дна. Зачастую в тех же самых тяйных обществах трезвости продавали спиртные напитки. Это было связано с этим самым страшным словом «прибыль». В 1914 году, после начала Первой мировой войны, в нашей стране практически вводится сухой закон. Под полный запрет попала водка. Рестораны первой категории, клубы и общественные собрания официально могли торговать только виноградным вином и пивом. В ответ крестьяне начали массово производить самогон и брагу, а горожане выстроились в очереди в аптеки и магазины за спиртосодержащими настойками, лаками и политурой. Появились врачи, в том числе и в Новгороде, и старые русы, которые предлагали лечение различных болезней спиртом, водкой или какие-нибудь спиртосодержащими настойками. И во многом подобное двулечие, ханшество, подобный подход привел к тому, что в 1917 году одним из символов наступивших революционных преобразований стали многочисленные пьяные погромы, один из которых был в Великом Новгороде. Представители властей, пока еще пытающиеся хоть как-то контролировать ситуацию, решили уничтожить запасы спиртного, и бочки со спиртными напитками стали сливаться в речку к зиме. И здесь народ, увидев, как спиртное уплывает у них перед глазами, стали прыгать в воду, стали ведрами черпать вот эту грязную жижу и медленно, но верно приводить себя в состояние жуткого, озлобленного алкогольного отменения. Нам повезло. Вот таких вот массовых погромов, массовых убийств, как в других городах, у нас не произошло. Но народ, который получил водку, но не получил хлеба, но не получил то, о чем он так мечтал, мира, был крайне недоволен сложившейся ситуацией, и в конечном счете это одна из причин, которая позволила большевикам так легко захватить власть осенью 1917 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова